МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Трагическая случайность или закономерность? Арестован водитель, сбивший насмерть велосипедиста. Кадровые перестановки, новые правила для застройщиков. Самарской мэрии прошло еженедельное совещание. Старые права, новые обязанности. Курсантам автошкол с 1 сентября придется нелегко. Я люблю, и значит, я живу. Сегодня день памяти великого поэта и актера Владимира Высоцкого. У каждого дня свой святой, уникальный проект от художников старообрядческой общины. Водителя фура, насмерть сбившего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП, взяли под стражу. По факту авария проводит проверку. Напомню, инцидент произошел 21 июля около полуночи на въезде микрорайон Южный город. По данным полиции, водитель грузовика наехал на мужчину, который катил по дороге велосипед, после чего скрылся с места аварии, а пешеход скончался на месте от полученных травм. Известно, что мужчине буквально оторвало голову. Полицейские задержали водителя неподалеку от места аварии. Он утверждает, что все произошедшее – трагическая случайность. Я все, я проехал его. Оставалось вот, вот, 10 секунд. Самый край фури. Как говорится, я же его объехал. Все нормально. А что я? Зеркало темное. Я потихоньку поехал. Наказание в этом случае – административный арест либо лишение права управления транспортными средствами. Всего в текущем году у нас было зарегистрировано 242 подобных ДТП. В 77% случаев водители были установлены и привлечены к административной ответственности. Уже с 1 сентября водительские права смогут получить только самые подготовленные курсанты автошкол, вступают в силу новые правила сдачи квалификационных экзаменов. Об этом руководители РЭУ напомнили представителям городских автошкол. У директоров специализированных учебных заведений было полтора года на подготовку своих автодромов. Сейчас в Самаре работают 7 тренировочных площадок, которые соответствуют новым правилам. Количество упражнений для сдающего автодрома увеличится в 2 раза. Теперь их будет 6 вместо 3. Изменения коснулись и теоретической части экзамена. Билет будет состоять из 30 вопросов вместо 20. Но все это только на пользу, уверены сотрудники РЭУ. Я утверждаю, что мы являемся тем фильтром, который, скажем так, неблагонадежных водителей не допускает к участию в дорожном движении. Я считаю необходимым вот это вступление этого регламента. Он до такой степени серьезен, что мы, если будем его исполнять, я думаю, больше фильтров не нужно. Ужесточаются правила и для застройщиков. В администрации Самары завершается разработка норм, которым должны соответствовать строительные ограждения. По мнению главы города Олега Фурсова, даже временные конструкции, такие как заборы, не должны портить городской пейзаж. Над нормативами работает главный архитектор Самары. Территория близ трёхплощадок также должна выглядеть пристойно. Трава скошена, мусор собран. На совещании в администрации мэр дал задание главам районов навести порядок на этих участках, а также обращать внимание и на границы самих стройплощадок. Заборы должны огораживать только ту территорию, которую арендовал застройщик, и не метром больше. Если занята общественная территория забором, вне рамок отведенного, надо, конечно, нуждать людей возвращаться в отведенные границы. Особенно это касается тротуаров, особенно касается автомобильных дорог. Это для нас очень важно. Другие жители не должны страдать от того, что ведется стройка. Первым вице-мэром Самары стал Владимир Сластенин. С 1981 года он трудился в органах исполнительной власти Куйбышева, с 1991 работал в банковской сфере. В августе прошлого года Владимир Сластенин был назначен на пост главы Департамента финансов. Под его руководством были предприняты шаги по экономии бюджетных денег, которые принесли результаты, отметил глава Самары Олег Фурсов. Произошла замена банков, обслуживающих муниципалитеты, и только одно это позволило за месяц экономить 70 миллионов рублей. Кредитоваться город стал в казначействе под 0,1%. По-новому проводятся конкурсные процедуры. Более принципиально стал работать финансовый контроль, благодаря чему вовремя выявляются те статьи расходов, где можно сэкономить. В сегодняшнее время, конечно, требует более такого врачительного отношения к финансам, более внимательного отношения к экономике, потому что бюджет сложный, и качества Владимира Владимировича, связанные с очень таким внимательным отношением к финансам, они позволят нам, я думаю, добиться достаточно серьезного такого эффекта. Руководителем Департамента финансов назначена Татьяна Офицерова. Потратили меньше, чем заработали. Областное правительство утвердило отчет об исполнении регионального бюджета в первом полугодии. По данным областного Минфина, доходы составили 65 миллиардов рублей. Это более чем на 2 миллиарда превышает показатель расходов. Денег собрали больше, чем за тот же период прошлого года, в основном за счет акцизов и подоходного налога. Поступление же налога на прибыль и межбюджетные трансферты, напротив, сократились. В целом расходы областного бюджета по сравнению с прошлогодними выросли на 5 миллиардов рублей. 13 миллиардов было направлено на социальное обеспечение граждан, 23 миллиарда на зарплату бюджетникам, 17 миллиардов составили межбюджетные трансферты. Отчет по первому полугодию и он положительный, позитивный. И прогноз в работе поступления налогов на второй полугодии, он тоже позитивный. Поэтому рекомендация, и не то, что рекомендация, значит, необходимо в своих бюджетах также провести анализ исполнения приходов, расходов. Расходов, они минусовые. За первое полугодие посмотреть в своих планах второй полугодии. Самара может попасть на деньги. В хорошем смысле слова. И это не фигура речи. Два символа города претендуют на место на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Народное голосование в интернете заканчивается на этой неделе. Его результаты самарцев не могут не радовать. Однако это только первый этап. Подробности у Валерии Макаровой. Один из самых известных символов Самары, ладья, может попасть на новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Сейчас Самара участвует в федеральном конкурсе на выбор изображения для новых банкнот. И уже прошла во второй этап благодаря активности своих жителей в интернете. Вместо необходимых 5000 голосов мы набрали в три раза больше. Второй этап начинается в августе. Теперь за дело возьмутся эксперты Фонда общественного мнения. Именно они определяют десятку самых популярных городов по версии россиян. Как попасть на деньги, в буквальном смысле, сегодня обсуждали в общественной палате. Планируют составить коллективное письмо и обратиться за помощью к партнерам в других городах. За место на купюрах борются сразу два самарских символа – ладья и монумент ракеты-носителю «Союз». Победа в этом случае – вопрос престижа. Если мы с вами пройдем второй этап и попадем в третий этап, который, собственно говоря, и будет самый основной, самый решающий, то мы с вами имеем возможность своими руками, своими силами в Самарской области сделать себе постоянный рекламный носитель в виде бумажных денег. Победитель станет известен осенью. Новые банкноты планируют запустить в обращение в 2017 году. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Новым командующим российскими войсками в Сирии стал генерал-лейтенант Александр Журавлев. Его предшественник на посту, генерал-полковник Александр Дворников, с начала июля руководит Южным военным округом. До этого назначение Журавлев с 2010 года командовал 2-й гвардейской краснознаменной общевысковой армией в Самаре. А с 2015 года был первым заместителем командующего Центральным военным округом. Александр Журавлев окончил военную академию бронетанковых войск, служил в Дальневосточном военном округе, где прошел путь от начальника штаба танкового полка до командира мотострелковой дивизии. Опыт боевых действий в Сирии у нового командующего тоже есть. Он получил назначение туда в сентябре 2015 года. 25 июля отмечается День сотрудников следствия России. Самых выдающихся офицеров этого ведомства по Самарской области наградили на торжественном совещании, посвященном профессиональному празднику. А награждать есть за что. Следственному управлению удалось за три года подняться с 65-го места на 8-е в рейтинге Следственных комитетов России. За это время было распутано более 11 тысяч уголовных дел, среди которых есть и громкие, и резонансные. Лучшие сотрудники были отмечены грамотами, дипломами и благодарственными письмами председателя Следственного комитета России, губернатора Самарской области, Самарской губернской думы и руководителя Следственного управления по 63-му региону. Уверен, что ваша компетентность, преданность долгу, умение принимать грамотные и взвешенные решения будут и предслужить залогом выполнения самых ответственных задач на благо укрепления порядка в России, защиты прав и интересов граждан. Молодые и горячие 19 выпускников нескольких российских вузов МЧС пополнили ряды самарских спасателей. Где и в какой должности им предстоит работать, новички уже знают. 14 из них будут распределены в отряды Федеральной пожарной службы. 5 человек будут служить в Центре управления кризисных ситуаций в составе оперативно-дежурных смен. В течение месяца личный состав познакомит с работой на местах, за каждым будет закреплен наставник. Случайных людей, по словам начальника областного управления МЧС Олега Бойко, здесь нет. Я уверен, молодые выпускники институтов, академий, ГПС себя проявят, покажут и достойно будут выполнять все возложенные на них обязанности по защите нашей Самарской области от пожаров. На мой взгляд, это отважная профессия, она вызывает гордость у людей. Вот, допустим, неоднократно проходя по форме много раз по улице, люди просто останавливали, и ты для них просто являешься каким-то суперменом на самом деле. Или хотят что-то спросить, узнать, поинтересоваться, они просто надеются, в надежде идут к нам, то, что мы просто все знаем и просто сможем им помочь. В любой ситуации, какая бы она ни была. Возраст работе не помеха. В Самарском дворце ветеранов прошла ярмарка вакансий для пенсионеров. Куда обращаться, если силы и желание работать есть, но вас нигде не берут, узнавал Андрей Горгуленко. Владимир Середа два года назад переехал в Самару и с тех пор никак не мог найти себе работу. Основной причиной отказа был возраст. Хотя Владимир помехой свои года не считает. Напротив, у него есть опыт, о котором молодые могут только мечтать. Я уже тогда решил как-то там, где всех берут, ну хотя бы какое-то участие, не сидеть дома, а все-таки трудиться. Для таких, как Владимир, и была организована ярмарка. Все желающие смогли получить консультации специалистов Центра занятости, ознакомиться с перечнем учебных курсов, которые помогут освоить новые навыки и подобрать подходящую вакансию. Благо, вариантов немало. Вакансии сегодня самые разнообразные. Это менеджеры, это бухгалтеры, это уборщики помещений, стропольщики, это вакансии медицинских учреждений, это сторожи. То есть самые разнообразные охваты вакансий. Работа в Самаре есть. На ярмарке 17 городских предприятий предлагали сотни вакансий. Я постоянно участвую в ярмарках вакансий, потому что это возможность говорить непосредственно с большим количеством людей. Потому что это расположено в центре города. Люди могут, когда ехать со 116-го, также могут в смех завода. То есть это очень удобно. В этот день работу нашли около 200 человек, в том числе и Владимир Середа, который теперь будет облагораживать территорию одной из больниц. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. А теперь коротко о других темах дня. Авария с участием маршрутного микроавтобуса произошла в Самаре в воскресенье в Октябрьском районе. Водитель такси ехал по улице Лесной и при повороте на Осипенко столкнулся с маршруткой, которая двигалась во встречном направлении. Из-за столкновения такси отбросило на другую иномарку. В результате ДТП различные травмы получили водитель такси и его пассажир, а также три пассажира микроавтобуса. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Участок дороги на пересечении Московского шоссе и Нововокзальный перекрывать не будут. Минтранс информацию о том, что этот отрезок пути может быть перекрыт, не подтвердил. Зато самарцев ожидает перекрытие Московского шоссе в районе 23-го километра. Когда это произойдет, пока не сообщается. 26 июля в Самаре будет ограничено движение автотранспорта по дороге на кладбище Лесное на участке от съезда к спортивному центру Чайка до поворота на кладбище. Это связано с проведением работ при конструкции ливневой канализации. Ограничение будет действовать с 10 утра до 4 вечера. Также на этом отрезке дороги в направлении кладбище Лесное будет временно ограничено движение транспорта в связи с соревнованиями по велоспорту. Ограничения будут действовать в период с 10 утра до 16 вечера 31 июля. В Тольятти медицинская помощь понадобилась 7-летней девочке. Ее укусила летучая мышь. Бригаду скорой помощи вызвали родители, ребенка на дом. А в селе Подстепке под Тольятти 46-летнего мужчину укусил паук. Рука в месте укуса покраснела и опухла. Мужчине также была оказана скорая помощь. Прокурор Самарской области Мурат Кабалоев намерен продолжить карьеру в Генеральной прокуратуре России. Пятилетний срок работы Кабалоева в должности прокурора области истекает в начале следующего года. Сейчас он находится в отпуске. Напомню, на пост прокурора Самарской области планируется назначить начальника управления Генеральной прокуратуры России в Центральном федеральном округе Константина Букреева. Внеочередное заседание Самарской губернской думы для согласования нового прокурора назначено на 26 июля. 25 июля исполняется 36 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Сегодня его вспоминают и в Самаре. Люди несут цветы к памятнику знаменитому актеру и поэту. Эта скульптура Ледового дворца на улице Молодогвардейска была открыта 8 лет назад, в 70-ю годовщину со дня рождения Владимира Семеновича посвящена была концерту в Самаре, который состоялся в ноябре 67-го. Автор работы Михаил Шемякин, с Высоцким его связывала тесная личная и творческая дружба, художник иллюстрировал произведения поэта, а Владимир Семенович посвятил ему несколько своих стихов и песен. В День памяти у мемориала самарцы исполняют любимые песни поэта советской эпохи. Его песни актуальны всегда, его песни не только о добре и зле, но его песни прежде всего о людях, о характерах и о нас с вами. Хоть они были дописаны давно, мне кажется, что они остаются актуальными до сих пор, и многие из них имеют такой глубокий смысл, и очень жизненные многие из них. И сегодня в 5 часов вечера стартовала Волжская регата от острова Голодный. Там сейчас работает наш корреспондент Сергей Кизоркин. Ему слово. В Самаре стартовала традиционная всероссийская парусная регата от памяти Владимира Высоцкого. Гонка проходит в акватории Самарского водохранилища. Дистанцию 2,5 морские мили пройдут более 25 экипажей из Самары, Тольятти и Сызрани. Разыграют Кубок Федерации парусного спорта России, переходящий Кубок Губернатора, Кубок Самары. И главный приз, сертификат на 30 тысяч рублей, достанется победителю в абсолютном зачете. Подробный репортаж о парусной гонке мы покажем в наших следующих выпусках. Военнослужащие, моряки и ветераны готовятся отметить День военно-морского флота. Масштабные торжества пройдут в Самаре 31 июля на набережной. В канун праздника уже вручают награды, причем не только за службу, но и за военно-патриотическую воспитательную работу, которую проводят со школьниками, увлекая их романтикой военного флота. Репортаж Олега Зверева. Грудь в медалях, ленты в якорях. Все они прошли морскими тропами армейской службы, а сегодня воспитывают новое поколение военнослужащих. Военно-патриотические организации объединяются в одну ассоциацию. Теперь они ставят другую боевую задачу – сделать так, чтобы нынешнее поколение школьников было готово к службе. И сегодня им вручают юбилейные памятные знаки. Куйбышев – запасная столица. Организаций много, у всех разные программы, а сегодня мы создали коррекционный совет, который объединил наши усилия для общей совместной работы. Потому что, смотрите, здесь сегодня на самом деле было не так много ветеранов, в основном были военнослужащие из запаса. И вот это все мы сегодня прививаем нашей подрастающей молодежи. Что есть ветераны, есть военнослужащие из запаса, которые готовы в любой момент защищать нашу родину. Подготовить молодежь к службе в армии – дело не менее важное, чем защищать морские окраины государства. От того, с каким настроением придет новое поколение солдат и офицеров, зависит его военная мощь. Самара, хотя и не морской, а речной город, но и в годы Великой Отечественной войны. И в наше время вносит большой вклад в укрепление обороноспособности страны, как на море, так и на суше. Ассоциация ветеранов военно-морского флота, ребят морской пехоты, безусловно, это является знаковым для Самарской области. Корабли и подводные водки с названием «Самара», других населенных пунктов, бороздят просторы океана. И мы знаем, что по инициативе жителей Кенель, города Кенель, в ближайшее время один из кораблей Черноморского флота получит имя этого небольшого, но очень красивого города. Военный корабль «Кенель» получит также шефскую помощь и от города, и от области. И это будет еще одним подтверждением боевой славы нашего региона. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Свой ангел на каждый день. В Самаре создается уникальная коллекция икон, полный месяц слов. Каждый образ – это праздники, святые, имена которых упоминаются в календаре. Стоит отметить, что в русской истории это второй случай иконописного изображения всего года. Первый раз подобная коллекция создавалась еще в царские времена. И вот сегодня в Самаре икона создает для своего храма старообрядческая община Древнеправославной Поморской церкви. Сейчас работы выставлены в зале художественного музея. Шедевры, выполненные в древнерусском стиле, видел Олег Зверев. Всего единожды в русской истории был составлен полный иконописный месяц слов. В конце 19 века иконы на каждый день года были написаны по заказу царствующего дома Романовых. И вот подобный проект решили повторить в Самаре. Изображения всех святых и праздников календарного круга создаются для храма старообрядческой общины Древнеправославной Поморской церкви. Искусствоведы говорят о будущей коллекции как о художественной сенсации мирового значения. Этот проект уникален не только для старообрядческой церкви. Он уникален вообще в русской культуре, потому что наряду с минейными иконами, это месячные, годовые минеи, которые представляли святых на все дни года и заказывались храмами, тем не менее в такой полноте на отдельной доске изображались, чтобы святые все, почитаемые все праздники, это единственный и первый. Их уже более 60 иконы сейчас выставлены в зале Самарского художественного музея, а всего будет написано 400 образов. Особую значимость работам придает и то, что создаются они без императорского изволения, а на средство простых прихожан. Вот только мастеров, владеющих старообрядческой техникой, сегодня не так много. Весь месяц и слов пишут трое иконописцев, следуя канонам Дониконовского православия и особо строгому уставу жизни. Правило при написании иконы, сама жизнь это правило, то есть мы все равно придерживаемся поморцев, мы придерживаемся как бы императорской жизни, не умершимся, не стараемся меньше, не смотрим телевидение, реально не смотрю, телевидение полностью не смотрю, ну почти само собой, ну много молимся. Изначально проект задумывался как долгосрочный, но желающих подарить храму икону своего небесного покровителя оказалось так много, что дело пошло значительно быстрее. В первую очередь этот проект преследует такую цель, что конечно это духовное. Все эти иконы, которые останутся, они будут еще, кроме духовной, они будут исторической и культурной ценностью, и всем этим будет обладать Самара. Храм Старобрядческой Поморской Церкви включен в гостевой маршрут к 2018 году, а значит тот иконописный месяц слов, который создается сегодня, станет еще одной достопримечательностью города, а спустя годы по этим ликам потомки будут изучать историю нынешней Самары. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Новости спорта в эфире, я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Футбол в сердце Самары ежегодный турнир на площади Куйбышева, посвященный чемпионату мира 2018, собрал на газоне четыре дивизиона. Трудовые объединения, студенческие и национальные команды, а также исполнительную власть. Администрации Самары и районные администрации выставили свои сборные команды. Борьба за выход в финал шла в двух группах А и Б. В итоге за кубок сражались две лучшие команды СБ, промышленные и Ленинские районы. Полуфинал обе команды выиграли. Ленинский оказался сильнее железнодорожного, промышленный одолел советский. Наша команда проявила такую серьезную крепость духа. Друг за другом боролись все как могли. И поэтому, я думаю, что достойный для нас вполне результат это выйти в финал и с такой крепкой и отличной командой сразиться снова. В группе мы Ленинский район обыграли 4-3. Матч за первое место сложился драматично. По ходу встречи промышленная администрация постоянно вела в счете, однако на последней секунде второго тайма ленинцы уравнивают шансы на победу. 2-2. Нервы во время пенальти сдали у команды промышленного района. Кубок исполнительной власти получили футболисты Ленинского. Так собрались, решили принять участие, что не только сыграть в футбол, сплочение коллектива, здоровым телом, здоровый дух и посмотреть на что мы способны. Кроме как работаем, мы хорошо так же спортом занимаемся. Мы старались играть красиво в футбол, старались играть на тактике, поскольку зная, что мы несыгранная команда, ну каждый выполнил то, что должен был выполнять. Это командная игра. Среди трудовых коллективов Кубок футбол в сердце Самары достался строймашине. У студентов выиграли будущие строители. Кубок нации взял Салават Юлаев из Большой Черниговки. До последнего матча не было понятно вообще, кто выиграет и кто выйдет из пыльного. Поэтому интрига сохранялась именно до последнего момента. Мне очень понравился именно Кубок нации. Каждый игрок подходит профессионально к своей игре. Ну и по самоотдаче, конечно, мне понравился больше турнира. Футболисты районных администраций после кубковой серии собираются сформировать сборную администрации Самары и сыграть товарищеский матч со сборной правительства Самарской области. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!